Здравствуйте! В эфире телекомпания Одинцова, программа специальной интервью. Меня зовут Евгения Августина. Сегодня у нас в студии начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Одинцовского городского округа Ольга Георгиевна Лимарова. И речь пойдет о детской безопасности. Здравствуйте, Ольга Георгиевна! Добрый день! Ольга Георгиевна, правильно ли я понимаю, что сейчас детей на улице быть не должно? Ну, впрочем, как и взрослых, за редким исключением. Совершенно правильно. Каникулы, которые объявлены, это не те каникулы, которые мы привыкли видеть и участвовать в которых, а это безопасность наших детей, безопасность нас самих. Это дисциплина. И мы, наверное, своим примером должны показывать, что сейчас лучше посидеть дома. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Естественно, что пример своих родителей, пример взрослых, он всегда должен быть у ребенка на глазах. Вот, кстати говоря, сейчас уже что-то слышно о нарушителях вот тех самых правил, которые действуют в Московской области. Есть такие? Или все-таки дисциплинированы у нас люди? Бывают, есть, встречаются. Тревожные сигналы поступают в службу единую диспетчерскую 112, совершенно верно. Ну вот, поступил сигнал совсем буквально на днях о том, что мама с детьми, с двумя детьми побывала на детской площадке, после чего, вернувшись домой, стало плохо ей и детям. Естественно, что бригада скорой помощи была направлена в данную семью, в данную квартиру. Детские площадки обрабатывают, это естественно. На детских площадках нельзя быть, гулять и кататься с горок. Они даже огорожены. Они даже огорожены, совершенно правильно. Но вот, к сожалению, у нас дети, я понимаю, в силу возраста и не могут этого еще пока осознавать. Но родители, родители должны быть на страже здоровья своих детей. Не случайно же все меры введены у нас сейчас по распоряжению правительства и Российской Федерации, и правительства Московской области. Не случайно объясняют и поясняют штаб, который работает в нашем городском Одинцовском округе, что это меры профилактики, это меры предосторожности, и их необходимо соблюдать. Ну да, недаром в интернете шутка ходит, что сейчас мы можем спасти мир, собственно, не вставая с дивана, и тут важно не подвезти, и, в общем-то, это действительно несложно. Мы привыкли, мой дом, моя крепость, но детей и дома подстерегают различные опасности. Вот, скажем так, на первом месте по детскому травматизму. Что дома нужно спрятать, закрыть, убрать? Хочу сказать, если вы позволите, Евгения, прежде всего, ну, наверное, телезрители, которые сейчас возле своих телеэкранов располагаются на диванах, в креслах, скажут, Десять раз уже говорили, уже слышали, уже неинтересно, но, к сожалению, наверное, мы неправильно слышим, мы, наверное, не все слышим, мы, наверное, немножечко чего-то недопонимаем. Еще не наступило летнее время, еще не установилось на улице тепло, а уже в нашем городском округе есть один случай, летальный случай, ребенок вывел из окна 12 этажа. Причем... Сколько лет было ребенку? Ребенок маленький, двух лет еще не было, год и 11 месяцев. Понимаете, самое обидное, самое страшное, что беда-то пришла в семью, не думали, где ждать эту беду, при родителях, то есть все взрослые были дома. Что же произошло, как так получилось? А вот так получилось, решили открыть окно, кроватка детская стояла возле подоконника, ребенок... Там же интересно. Да, очень интересующийся, любознательный, как это обычно бывает, влетел, залез на кроваточку и вылетел в окно. Вот понимаете? То есть безопасность окон должна быть всегда. И ребенка с самого детства, с самого детства родители должны приучить, что без разрешения, без того, что рядом будет находиться мама или папа, ребенок не должен подходить к окну и не должен выходить на балкон. Обязательно все родители должны помнить о том, что детские кроватки должны быть удалены от подоконника, от окна. Все вещи, на которые может ребенок залезть и залезть на окошечко, на подоконник, что все, что можно пододвинуть, это и пуфики, и стульчики, и ящики для игрушек. Все это должно быть удалено, все это должно быть убрано. И русский авось здесь не пройдет. Обязательно нужно помнить, что безопасность детей в наших руках. И мы, родители, отвечаем за это. Прежде всего, несем за это ответственность. Далее, нужно здесь остановиться и на противопожарной безопасности обязательно. Детям нужно постоянно говорить о том, что объяснять, то есть профилактировать и в детском саду, и дома родителями, и в школе учителями о том, что спички, свечи – это не игрушки. Это не игрушки. Нужно говорить о том, какую опасность они представляют. Почему нельзя детям самостоятельно брать в руки вот эти вещи. Горючие материалы должны быть все убраны. Дети не должны иметь доступ к этим материалам. Вот, Евгения, можно сказать, что очень много происходит случаев с детьми, происшествий с детьми, но как бы причина-то одинакова во всех случаях. Это безалаберность, это невнимание, это вот авось, что в нашей семье ничего не произойдет. То есть мы, взрослые, должны всегда-всегда помнить, что от нас зависит безопасность наших детей, маленьких, больших, всяких. Ольга Георгиевна, чаще всего несчастные случаи происходят со всем малышами, или же не только они, ну, скажем так, в красной зоне, или подростки тоже могут что-то учудить? И подростки тоже. Но здесь мы говорим о том, что дети у нас любопытные очень, дети у нас очень подвижные, естественно. И, конечно же, нужно соблюдать меры предосторожности, меры безопасности на стадионах, на секции спортивной. То есть умение гулять, умение друг другу уступать, умение друг с другом договариваться, ну, то есть быть лояльными друг к другу. И знать меры безопасности и на улице, и дома. Правильно учить нужно детей, даже играть. Как, вот смотрите, ну, правильно играть, мы об этом еще поговорим, правилам безопасности тоже нужно учить, и, наверное, учить правильно. Как до ребенка донести, ну, в общем-то, чего уж там таить, достаточно скучные правила, но жизненно необходимые. Как сделать так, чтобы он это понял и отложилось навсегда? Прежде всего, личным примером, я уже говорила, обязательно, чтобы эти правила безопасности родители соблюдали сами. И показывали пример ребенку своему дома, домашние именно, бабушки, дедушки, мамы, папы. А должен ли ребенок, вот в домашних условиях, ну, поскольку сейчас у нас такие условия, 100% времени быть под присмотром? Или же самостоятельное время, так скажем, у него должно быть? Возможно. У нас дело все в том, что мы же не можем подростка, например, посадить. Конечно, у них самостоятельное время есть, естественно. И вот в эти каникулы, в длительные каникулы, непредвиденные каникулы, ребенок тоже должен быть под присмотром. Ну, под каким? Родители же все работают, в основном все работают. Естественно, что для того, чтобы ребенку как-то эти каникулы сделать не просто времяпровождение бессмысленное, нужно, естественно, вечером сделать план составить на следующий день, может быть, на неделю такой план составить, что нужно сделать, как это лучше сделать, и, естественно, что нужно либо по телефону контролировать, а вечером, когда приходят родители, с работы возвращаются родители, то проверить, все ли так сделано, правильно ли было сделано. Ну, сейчас у нас на работу, я верю, большинство все-таки не ходит, а сидит дома в такой вынужденной, но очень сильно необходимой изоляции. Вот при таком раскладе, как построить свой быт, как наладить время, чтобы и не переругаться, и контакт установить, может быть, который, кстати, за время работы был где-то и потерян? Наверное, я тоже уже неоднократно говорился об этом. У нас очень много интересных передач сейчас, да, возможно, посмотреть. Есть замечательные книги у каждого в доме библиотека. Я не думаю, что только в интернете можно найти книжки, скачать и читать. Есть прекрасные произведения, книга такая, какую мы, в общем-то, помним, знаем и сейчас читаем очень много. Можно и читать вместе, потом обсуждать эти книги. Можно передачи смотреть, фильмов очень много интересных и старых замечательных фильмов, которые учат нас жизни, учат чему-то правильно, обсуждать можно. Игры разные есть, настольные игры прекрасные, можно поиграть в эти настольные игры. Естественно, это вынужденная мера. Мы должны соблюсти порядок и дисциплину при этом. А с другой стороны, это можно рассматривать как и плюс. Наконец-то можно пообщаться со своей семьёй спокойно, никуда не спеша, работа на себя, одеяло не перетягивает. Ни в коем случае. Можно вместе что-то приготовить интересное, можно вместе что-то испечь вкусное, правильно? Не так часто удаётся это сделать нам сейчас при сегодняшней такой быстротечной жизни. Поэтому, наверное, каждая семья может что-то для себя найти. Ольга Георгиевна, сейчас многие в том числе займутся бытом. Вот нужно ли к этому быту привлекать ребёнка? И как вот эти бытовые занятия сделать тоже безопасными? Отдельная тема – это дезинфекция жилья, а также предметов, которые находятся в жилище, в квартире, в доме, в квартире. И, конечно же, отравление, ожоги, диссредствами – это тоже бывает такое, встречается такое. И поступают тревожные сигналы на службу, опять же, как я говорю, 112. Поэтому не допускать нужно самостоятельно использовать диссредства детьми. Вот все эти дезинфицирующие средства, они должны находиться вне доступа ребёнка в обязательном порядке. Ну, что ребёнок может сделать? Протереть пыль, правильно? Конечно. Помыть пол, если он уже… Тряпочкой с водой. Совершенно правильно, тряпочкой с водой. В своей комнате, например. И в своей комнате, и в комнате в спальне, в родительской, и в общем коридоре, ну, я имею в виду, в квартире, конечно. Но недопустимо именно обращаться здесь с средствами без разрешения, без присмотра взрослых. А вот с какого возраста детей можно привлекать к бытовой работе, так скажем? Можно привлекать к бытовой работе, я думаю, с самого малолетства. Девочки всегда любили и любят помочь помыть посуду. Несмотря на то, что у нас сейчас у всех посудомоечные машины, да, ну, в основном посудомоечные машины, но нам всегда хотелось помочь маме по хозяйству, на кухне. Пожалуйста, можно помыть какие-то тарелочки, блюдца. Правильно, вот. Можно подмести пол, пожалуйста, вопросов нет. Пыль вытереть у себя в комнатке. Поэтому очень много различных занятий можно найти для своего ребенка. Помочь маме приготовить обед. Это тоже очень любят дети. Это очень любят дети, и мальчики, и девочки. Научить готовить омлет. Как я слышала здесь в одной из передач, если человек умеет делать омлет, ну, значит, он добился очень многого. Ну, наверное, да, так и есть. Особенно если этому человеку не так много лет, безусловно, это достижение. Совершенно правильно, большие достижения. Ольга Георгиевна, ну, мы же с вами уже немножко затронули эту тему. Дети действительно очень любят воду. И ванны – это еще один источник опасности для ребенка. Вот здесь какие правила должны соблюдать и родители, и дети, чтобы и купание прошло безопасно, и ребенок мог наслаждаться водой? Мы уже говорили и неоднократно говорили, что действительно вода – это зона повышенной опасности. В ванной комнате, когда дети сами самостоятельно купаются, моются в ванной, он у меня так любит или она у меня так любит – это недопустимо. Ни в коем случае дверь не закрывать в ванной комнате. Ни в коем случае. Если ребенок малолетний, вообще, я считаю, что без присмотра невозможно оставлять. Если уважаемые телезрители помнят, и вы, Евгения, помните, я приводила пример, когда мама… Пылесосила. Пылесосила, а детей оставила одному три годика, а второй совсем маленький до года ребеночек. Ну, захлебнулся ребенок в водичке. Ни в коем случае нельзя, даже большого ребенка, подростка нельзя оставлять одного без присмотра, когда он купается, когда он моется в ванной. Если родители уходят на работу, да, если родителей нет, то ни в коем случае не допускать, чтобы дети ходили друг к другу в гости. Не нужно допускать с дальними родственниками встречи, со знакомыми встречи. Этого не нужно делать. Карантин так карантин, извините. А это нарушение. Это нарушение карантина, совершенно правильно. Не зря запретили уроки в школе. Это означает, что не должны массовые мероприятия проводиться и не должно быть скоплений людей, естественно. Да, главная цель – это избежать контактов. А, собственно, по ходу в гости – это уже контакт. Это уже контакт, да. Хочешь ты этого или не хочешь, а там может быть все, что угодно. Ольга Георгиевна, дети должны быть под присмотром взрослых, но очень часто родители пользуются помощью старших детей. Допустимо это? Ну, конечно, допустимо. Конечно, допустимо. Смотря какого возраста дети хотят. Ну, то есть вот 3 и 1, тут, конечно, это вообще не обсуждается. Это не обсуждается. Если дети при... Вы знаете, смотришь на улицу, ведет в детский садик маленький ребенок еще сам, там 8 лет, 7 лет, совсем крошечного тащит в детский садик. Ну, не знаю. Какие-то родители, наверное, разрешают. Может быть, у них очень такие ответственные дети. Не знаю я, не могу сказать. Вы знаете, у нас была встреча с родительской общественностью, и вот родители спрашивают, а скажите, пожалуйста, с какого возраста можно ребенка отпускать в магазин? Ну, разве можно ответить на этот вопрос? Все дети разные. Все дети очень разные, да. Смотря где находится магазин, смотря какое ты даешь задание, конечно, нужно приучать к самостоятельности. Но всегда помнить, что это все равно ребенок. Это ребенок. А ответственность несут взрослые. Взрослые, да. И самое главное, чтобы не случилась беда. Чтобы не случилась беда. Почему-то мы всегда считаем, что с нами такой беды не случится. Что это коснется другого, но только не нас. А вот, к сожалению, бывает и по-другому. Ольга Георгиевна, если резюмировать, то дома мы должны внимание обратить на окна. Окна должны быть безопасны. В идеале, наверное, защищены специальными механизмами. Совершенно правильно. Должна быть либо решетка на окнах ставят, либо фиксаторы ставят на окна в обязательном порядке. Фиксаторы, которые не допускают ребенку открыть это окно более чем на несколько сантиметров. Конечно, обязательно. Окна. Москитная сетка не вариант вообще. Москитная сетка. Она не выдерживает. Даже кошку не выдерживает. Ребенка, да. Не выдерживает ребенка ни в коем случае. И, конечно же, родители, когда что-то интересное показывают в окно ребенку, ну, хочется же иногда показать, должны помнить, что они очень подвижные дети. Естественно, нужно крепко держать. Ни в коем случае не держать за одежду. Руки должны быть не мокрые, сухие, чтобы не высказал ребенок совершенно правильно. Ну, и, конечно, конечно, я еще раз повторю, что ребенка нужно приучить без взрослых не разрешать подходить к окну и выходить на балкон. Это должно быть табу во всех семьях, если не хотят беды. Пункт второй – пожарная безопасность. Спички не игрушка. Плитой мы также не балуемся. И не пользуемся без разрешения на то взрослых. Ну, и отдельный пункт – это вода и различные химические вещества. Вещества, совершенно правильно. Тем более сейчас много различных дезинфекцирующих веществ. А сейчас все активно как раз пользуются. Очень активно пользуются, используют тоже. Мы должны проводить профилактику. Я сказала, что и в детских садах, и в школе, и, конечно же, дома, и особенно дома, рассказывать детям, к чему это может привести. Спасибо большое, Ольга Георгиевна, что пришли к нам сегодня в студию. Я надеюсь, что наши телезрители нас услышат. Тем более сейчас есть время смотреть различные программы. Надеюсь, что и ОТВ тоже пользуется популярностью. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ.